Мобильные домы Мобильные домы Некоторые нюансы, про которые не все знают. Не везде можно в Америке такие дома устанавливать. Где-то местные власти запрещают на обычных участках такие мобильные дома ставить. Нужно какое-то специальное разрешение. Но вообще есть такие специальные комьюнити, где дома такие ставят. Ну а это вот тоже видимо какой-то типовой проект. Но это уже похоже на стационарный дом, который предлагается к возведению. Видимо базовый набор стройматериалов и на основании них получается вот такой типовой домик. Вот соответственно Можно обойти стороной. Это у нас видимо фундамент, который готовится для установки тоже какого-то вот образца. Да, вот такой получается типовой домик. Достаточно большой вместительный. Осталось только зайти на сайт компании, которая занимается продажей вот этих вот решений. И ознакомиться с ценами. Могут послать запрос на прайс-лист, чтобы было понятно, что почем. Рядышком еще какое-то типовое решение. Я сейчас его тоже обойду. В общем обидно. Ожидал я заглянуть вовнутрь, пообщаться с менеджером. Но сегодня видимо не судьба. И кстати еще один модуль. Нобил Хома стоит. Написано, что они делают реконструкцию экспозиции. Но они вероятно, что откроются. Я видел еще один пункт продаж подобный. Как ехать в Линкольн. Наверное, если у меня с оказией будут заказы на этой неделе, я постараюсь снять материал по этому поводу. Да, тоже вот такое типовое решение. Ну, а рядом кому интересно, находится вот такая компания целый блок. Сварочная компания. Порт Нил Велдинг Компани. Я думаю, что сварочки, которые смотрят мой канал, могут погуглить координации компании и послать свое резюме. И может быть трудоустроиться. Вот такая информация. Пока сырая. Но я думаю, что продолжу рассказ про мобильные дома, про недвижимость, про покупку земли. Потому что, судя по откликам, эта тема жива интересна для всех. В том числе, тех людей, которые уже выиграли грин-карту. Очень много людей приезжает в Омаху в последующие месяцы. В июне я жду людей. В июле, в августе. Очень много людей заинтересованы приехать в Омаху. И, соответственно, сейчас ищут различные решения заселения. Вначале временно снимают апартаменты. Но потом, наверное, после продаж своей недвижимости в России, уже будут искать какие-то стартовые решения на заселение. Хорошего всего дня и жду ваши вопросы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok